Тишина спокойного места, перекрестка Волгоградской, Октябрьской революции ранним субботним утром была нарушена. Брещане массово закладывали новый сквер. Максимально зеленый и чистый. Таким хотят видеть Брест его горожане. Цель данной акции – благоустроить этот участок, превратить его в сквер с более чем сотней деревьев. Цветные клены и пестрые рябины, безмятежные липы и уксусные деревца, пушистые ели и сосны – они будут расти здесь веками. Для меня было делом принципа этот пустырь использовать не под очередной какой-нибудь жилой дом многоэтажный, не под торговый объект, а таких предложений было очень-очень много, а сделать здесь хороший нормальный городской сквер. Он прекрасно будет смотреться визуально, а для жильцов будет прекрасным местом отдыха. Поэтому то, что мы сегодня сделаем, оно останется навсегда в нашем городе. И, по сути дела, мы участники такого хорошего исторического события. У каждого обрещанина есть свои представления о том, сколько скверов и парков должно быть в его микрорайоне для комфортной жизни. Однако есть планка. Говоря об обеспеченности города зелеными насаждениями, беспокоиться не нужно. Общая площадь озеленения увеличивается постоянно благодаря активной позиции горожан и амбициозным программам по посадке деревьев. Порядка, ну, 40% города должно быть именно озеленения. В Бресте этот уровень есть. Другой вопрос, что, ну, просто у нас большой водно-зеленый диаметр и качество вот этого озеленения. То есть нужно не просто озеленять, но еще и благоустраивать эти территории. Вот как раз-таки тема благоустройства городской среды, озеленения с качественным благоустройством, вот как бы на что должен быть акцент сделан. И эти акценты расставлены правильно. Зеленая живая изгородь цветущих кустарников в этот же день появилась вдоль школы новостройки, что на улице Сальникова. Здесь было непривычно, шумно. За инструменты взялись педагоги и директора учебных заведений Московского района. Сегодня в их руках не журналы и дневники, а грабли и лопаты. Работа субботним утром, пока город еще спит. И для здоровья, и на благо родного города. Вообще я житель Деревенский, очень люблю работать на земле и хочу сказать за это спасибо. А когда еще ты приносишь не просто для себя работаешь, какую-то лепту вносишь в дело общего города, от этого на душе еще приятней. Мы здесь представляем все учреждения образования Московского района. С каждой школы пришли вот руководители. Это очень интересный такой шаг. Думаю, будет хороший пример для продолжения таких добрых акций. Мы поддержали инициативу наших преподавателей. И сегодня директора школ помогают отделенять уже новую строящуюся школу. С 1 сентября детки пойдут в школу. Я думаю, будет уже приятно, когда вокруг школы будут красивые деревья, кустарники. Таким образом, сразу на две зеленые точки притяжения в Бресте стало больше. И это лишь начало масштабного экомарафона, где у каждого будет возможность оставить свой яркий след на земле.